Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы поговорим сейчас с вами о девятой главе послания к евреям. Девятая глава, непосредственно продолжающая, вытекающая из восьмой, повествует о Новом Завете, сравнивая в каком-то смысле Завет, который заключен при посредничестве Иисуса Христа, с Заветом, который был заключен при посредничестве Моисея. Таким образом, рассматривается Христос Завет как Новый, Моисеев Завет как Ветхий. Обратите внимание, что события в промежутке между Моисеевым и Христовым Заветом, которые в иудейской традиции, да, кстати, и не только в иудейской, в христианской экзегезе тоже нередко рассматриваются как своего рода заветы, как завет с Давидом, да, или там завет заключенный к приезду Инеемии. Все это автор послания к евреям просто пропускает. Для него вот есть старый завет, который, как он в восьмой главе сказал, был несовершенен, недостаточен, он не достиг цели, потому что он считает его нужным, но тем не менее недостаточным. Вот завет со Христом, в отличие от предыдущего, совершенный, предельный, полный, он дает полноту результата. И вот дальше, собственно, он будет рассуждать, автор послания к евреям, о том, в чем разница и почему, что за результат к полноту, которого предлагает нам Христов Завет. И начинает он, как всякий, наверное, образованный и имеющий отношение к храму иудей, с разговора о жертвоприношениях Ветхого Завета. Обратите внимание, в нашем традиционном, но общепринятом сегодня понимании центральное место в Моисеевом законе занимают 10 заповедей. А для читателей послания к евреям и, вероятно, для самого автора этого послания, ну, это, скорее всего, не так. Скорее всего, не так. Для него центральное место занимает именно жертвоприношение, устав о жертвах, священство, храм, скине, собрание. Вот святыня, которая пребывает посреди народа Божьего, для него отсюда все начинается. С того, что в храме престоля жертвенники и жертвоприношениях народа происходит взаимоотношение, диалог людей с Богом. Встреча происходит вот в этой святыне и в этой жертве, которая, с точки зрения автора послания к евреям, вполне необходима. Ну, вообще говоря, это может быть и неожиданный, но все-таки глубоко обоснованный взгляд на вещи, потому что все то, что мы воспринимаем, как некоторое руководство, направляющее наш человеческий путь в законе, в завете. Это следствие той встречи, которая происходит при заключении завета. Для Моисея эта встреча реализуется в скине и в жертвоприношениях, для нового завета в жертве Христовой, о чем будет дальше идти разговор. И вот автор послания к евреям говорит, первый завет имел постановление о богослужении святилища земное. Вот оно было в этом мире. Ну, собственно, он дальше оговаривается, что скине, это святилище, оно и сейчас существует, из чего обычно толкователи делают вывод, что все же послание к евреям должно было быть написано до 70-го года. Ну, и в таком случае достаточно вероятно, что его автором мог быть и апостол Павел. Итак, вот священодействие святилища земное, оно здесь, оно существует, и там есть некоторое устройство этого самого святилища. Дальше он удивительным образом, такое впечатление, что он говорит всем известные вещи, просто потому, что не может оторваться от этой темы. Нередко толкователи высказывают предположение, что автор этого послания сам мог происходить из храмового священства Иерусалимского, поэтому для него эта тема могла быть действительно особенно важной. И очень может быть, что вот один из уверовавших священников, о которых говорится в деяниях из священников, многие покорились в вере, вот один из них спрашивал потом Павла, может быть, даже и в Риме в тюрьме, а вот что теперь со всем тем, что было для нас так важно, так дорого? Это священство, храм, жертвы, прочее, прочее. И мы видим некое изложение ответов Павла на вопросы вот такого возможного человека. Ну, это, как вы понимаете, гипотеза достаточно беспочвенная и недоказуемая, а факт остается фактом. для автора послания к евреям храмовые подробности, детали, устройства храма, жертвоприношения, богослужения – все это имеет значение очень большое и довольно неожиданное, я бы сказал, неожиданное в устах Павла Эстарса, который был все же никак не связан с левицким священством. Итак, в первых нескольких стихах здесь воспроизводятся подробности про золотую кадильницу, ковчег завета, же злоаронов прозябший, святое святых и так далее. Строго говоря, все это кануло в лету и теперь уже большого интереса не представляет, потому что никакая реальность этому рассказу не соответствует. Однако в церковной традиции, в православной, есть некая еще сторона у этих слов. Дело в том, что многие православные поэты, писавшие хвалебные гимны Пресвятой Богородицы, вот как раз полюбили в раннем средневековье, во второй половине первого тысячелетия, полюбили сравнивать ее с разными объектами из вот этих первых стихов, девятой главы послания к евреям, там, скажем, называя Богородицу сосудом золотым, с манной, поэтично имея в виду, что как манна небесная, хлеб Божий, Господь Иисус Христос в очередной Богородице воплощается, там, ковчег завета, тоже довольно распространенный в христианской поэзии образ Богородицы. Вот, для нас сейчас это, конечно же, весьма поэтичное и отчасти стороннее толкование, но все-таки невозможно не думать об этом, когда читаешь эти самые первые строки с описанием скинии собрания. Продолжая этот разговор о первой скинии, имеется в виду та скиния, которая существует, или продолжением которой является Иерусалимский храм, в котором вот совершается это самое служение, по сравнению со скинией Нового Завета. Вот автор пишет, в эту первую скинию всегда входят священники совершать богослужения, это все знают, как предполагается, да, среди его читателей приносят жертвы священники, утреннюю молитву, вечернюю молитву и так далее. Да, а во вторую, то есть во внутреннюю часть скинии, там, где святой от святых, где Бог обитает во мраке неприступном, там пишет автор, только первосвященник с кровью, которую приносит за себя из-за грехи неведенья народа. Таким образом, говорит он, вся эта конструкция, установленная еще при заключении Завета, конструкция, когда во святое входят только отдельные люди, отдельное колено народа Божьего, а во святое святых вообще, только первосвященник, все это для автора свидетельствует о том, что, собственно, путь в освятилище, дорога в освятилище, дорога в место пребывания Божьего, то есть дорога к непосредственной встрече с Богом, еще закрыта, еще не открыт путь в освятилище, доколе стоит прежняя скиния, пишет он вот в этом месте, это восьмой стих, причем, обратите внимание, автор послания к евреям говорит о том, что таково произволение Духа Святого, Дух Святой таким образом, тем, что вот так устроен этот самый чин богослужения, сообщает нам нечто. С исторической точки зрения, заметим, конечно, утверждение его о том, что вот этот установившийся якобы некогда в пустыне чин является установлением Духа Святого, для него это так, хотя строго говоря, это идея, которая сама по себе нуждается в некоторой аргументации, потому что, когда мы говорим, мы, я имею в виду христиане второго, третьего тысячелетия, говорим о Боговодокновенности, мы все-таки имеем в виду более сложные вещи, чем те, которые было принято иметь в виду в эпоху написания послания к евреям. Итак, для него нормально сказать, что вот там так устроено богослужение в первой эскине, это потому, что Дух Святой тем самым показывает нам, что доступ в освятилище еще закрыт. В самом ли деле такова была логика Духа Святого для автора послания к евреям, в общем, не важно, а для современного читателя важно. И поэтому иногда такого рода утверждения оказываются достаточно трудными, потому что Дух Божий, вообще говоря, не оставляет, как бы это сказать, доказательств авторства на том, что ему приписывают авторы Священного Писания. Сложная тоже очень вещь, понимаете, но на самом деле, если мы посмотрим на целый ряд фрагментов, на целый ряд идей, мест в Священном Писании, мы увидим, что действительно не все так просто, как думает автор послания к евреям. Дух захотел сообщить нам, что еще не открыт доступ к святыне, поэтому установил вот такой порядок богослужения. Мы можем приводить еще и кучу разных археологических данных о том, как эволюционирует израильское богослужение. Этих данных крайне мало, но все же они есть. Но, повторю, не это для автора послания важно. А для него важно, что вот это прежнее скини, это прежнее святилище, это прежнее служение, которое, с его точки зрения, боговдохновенно свидетельствует о том, что еще нет там, в скинии, в Первого Завета, еще нет встречи с Богом, еще нет непосредственного предстояния Богу Всемогущему. Вот это лишь образ того, что дано нам сейчас. Лишь образ. Все те правила, которые есть в этой скини, то, что приносятся дары и жертвы, но они не могут полностью очистить совесть служителей, говорит автор послания к евреям. Да, жертвы приносятся, да, это жертва за грех, но они не могут полностью очистить совесть. И есть правила для тела, что есть, что не есть, какие совершать омовения, и все это имеет смысл до тех пор, пока не выправится должный порядок, пока не наступит совершенное. В синодальном переводе нашим говорится, все эти вещи и правила были установлены только до времени исправления. За этим, конечно, просматривается еще и одна важная для иудеев того времени идея, что от Бога посланный Мессия, потомок Давида, царь, будет владыка Израиля, но будет еще и другой Мессия, которого там называли Мессией священником, соответственно, он не будет из колена Давидова, он должен быть из колена или из потомков Аарона. Да, такая вот неожиданная концепция двух Мессий. И второй Мессия священник, он должен привести в порядок все, что связано с культом, с почитанием Бога, с жертвоприношением, потому что они же были нормальные люди, они прекрасно понимали, что вот все, что там происходит в храме и вокруг, особенно все эти блеющие бараны и звенящие монеты в обменниках вокруг храма, что все это не дело и вообще все там как-то ненормально, неправильно, не приносит нужного результата. и поэтому ожидали, что вот придет Мессия и будет совершать исправление и очищение. Вот время исправления в нашем синодальном переводе это, конечно, отсылка именно к этой идее. Замечу еще, что именно в связи с важностью этой идеи так знаменательно для иерусалима было события, когда Христос изгоняет всех этих торгующих из храма. Итак, вот в первой половине девятой главы автор послания к евреям говорит о том, что вот есть скиния, вот она так устроена, там есть жертвы, там есть служение первосвященник, священники, там есть с этим связанные правила очищения, правила еды, весь остальной кашрут и все это установлено до времени очищения, до времени исправления. Все это таким образом не дает совершенства тем, кто этим путем следует. Соответственно, по логике, во-первых, требуется нечто новое, требуется нечто новое, что даст совершенство. И это будет завет, которым строго говоря, жертва будет принесена однократно. Вот об этом собственно и говорит дальше во второй части девятой главы автор послания к евреям. Гори Христос, первосвященник будущих благ, приходит с большей и совершеннейшей скиней. Таким образом, здесь в наше сознание и в наш обиход автор послания к евреям вводит представление о теле Христовом как о месте пребывания Бога, как о скинии собрания, скинии, в которой Бог, обитая с человеком. И тоже в христианской поэзии последующих столетий этот образ оказался чрезвычайно важным, чрезвычайно востребованным. Вот тело Христово это скиния завета, скиния, в которой совершаются лучшие, совершеннейшие служения. Христос стал первосвященником и он таким образом прошел через иную, можно даже сказать, иноприродную, по-другому вообще устроенную скинию, которая не похожа на шатер странников пустыни. И дальше, продолжая ту же самую свою мысль, автор говорит, и кровь, которую он там приносит, и жертва, которую он там приносит, другие, это жертва тела Христова. Он вошел не на время, так сказать, с кровью козлов и быков, а вошел навсегда со своей собственной кровью и так совершил вечное спасение. То есть автор видит следующую оппозицию. С одной стороны, священники левицкие, которые каждый день, день за днем, снова и снова приносят кровь жертвенных животных во оставление грехов, и каждый день это надо делать снова. А с другой стороны, Христос, который вошел в предстояние Богу, вошел в святое святых скиньи собрания, в свое собственное тело, собственную жизнь. Один раз и навсегда он приносит жертву, один раз, и эта жертва дает очищение и освящение, освящает тело. Дальше он говорит, смотрите, если тела тех, кто осквернился, могут очиститься посредством окропления козьей и бычьей крови, то тем более совесть наша очищается от дел смертных кровью Христовой. Таким образом, он видит в храме воин-жертвоприношении некоторый путь очищения тела, в первую очередь, а в Христовом Завете речь для него идет об очищении духа, сердца, о том, что он цитировал из Иеремии в предыдущей главе, закон будет написан на мыслях их и на сердцах людей. Вот он говорит о том, что Христос принес себя Богу как безупречную жертву посредством вечного духа, чтобы мы служили Богу живому. Он принес себя непорочного Богу для того, чтобы очистить нашу совесть, и мы могли служить Богу живому и истинному. Довольно тоже сложная сама по себе логика и, наверное, даже надо сказать, что по-настоящему эти слова автора послания к евреям могут быть поняты только в сопоставлении с предыдущим заветом, потому что если мы попытаемся вне этого сопоставления, не имея в виду в качестве фона временный, непрочный, несовершенный Ветхий Завет, если мы попытаемся без этого фона понять, что означают все эти слова, и почему наша совесть очищается от мертвых дел тем, что Христос принес себя в жертву, мы не найдем ответа. Не найдем ответа. И надо сказать, что за прошедшие с момента написания этого послания почти две тысячи лет, множество из нас запутывались очень успешно именно в попытке выстроить несравнительную картину, несопоставительную с Ветхим Советом картину и объяснить, почему жертва Христова что-то меняет нашими умами и сердцами. Строго говоря, возможно, дело просто в том, что никак не надо смотреть, надо обязательно читать так, как пишет апостол на фоне сопоставления с Ветхим Заветом. Это в Ветхом Завете, говорит он, там было так установлено, причем он называет этот Завет Ветхий Боговдухновенным, было установлено, что продолжающееся несовершенство людей, вина за грех, смертность, неприемлемость, неугодность людей Богу, все это исцеляется кровью жертвенных животных, которые священники потоками изливают день за днем в храме. И вот, собственно, он начал-то с того, что Христос первосвященник, и дальше пошло-поехало. Дальше оказывается, что он первосвященник другой скинии, которая более совершенна, другого Завета, который дает полноту, и в этом другом Завете тогда в качестве аналога, в качестве образа крови жертвенных животных становится кровь Христова, которую он проливает на кресте, когда себя приносит в жертву. Надо сказать, что автор послания к евреям очень тщательно и успешно обходит острые углы и подводные камни этой системы взглядов, потому что, скажем, он не обсуждает вопрос, кому, почему и зачем приносится жертва вообще, и жертву Христова в особенности. Это, очевидно, ведущий в тупик богословский и логический путь рассуждений. Ну вот, для него важно, что, сравнивая, сопоставляя с Ветхим Заветом, мы можем найти вот такой аналог, бросающийся в глаза аналог в Завете Новом, очищающим, очистителем жертвам того Завета соответствует одна очистительная жертва Христа. И здесь для автора послания к евреям важно, что, в отличие от Завета Ветхого, эта жертва одна, она совершается однократно, раз и навсегда. Вот что тоже чрезвычайно важно для современного читателя и понимать и помнить, эта жертва принесена один раз за всех и уже не может быть воспроизведена, повторена или невозможно ее каким-то образом превзойти, потому что вся полнота дана в этой Христовой жертве. И вот поэтому, говорит автор, он есть посредник или ходатай Нового Завета, чтобы в результате смерти его, которая искупила преступление всех нас, да, чтобы посредством его смерти мы были искуплены и вот могли приступить к Завету Новому. В этих стихах с 15 и дальше обращают на себя внимание еще несколько важных нюансов. Во-первых, автор пишет о смерти Христовой, бывшей для искупления от преступлений, призванные к вечному наследию получили обетование. Получили то, что было обещано, призванные к вечному наследию. Собственно, может быть, надо было бы сказать, те, кого удалось призвать в других переводах, скажем, откликнувшиеся. То есть, дело не в том, что он имеет в виду, что кто-то кого-то призвали, а кого-то решили не звать, как противного зануду не зовут на вечеринке. Нет, совсем по-другому. он говорит о том, что смерть Христова становится искуплением для тех, кто из всех участников прежнего завета откликается на призыв Христа. Очень важная на самом деле вещь, потому что сплошь и рядом мы в своих эсхатологических взглядах думаем, что Бог призывает не всех, а отдельных некоторых, и дальше начинаются спекуляции на тему войдем ли мы с вами в это число призванных или не войдем. Вообще о другом речь. Здесь речь о том, откликаемся мы или нет на призыв Христа. Призванные в данном случае те, до кого удалось дозваться. Вот. И еще один любопытный, ну и поучительный, важный момент, это то, что он говорит, что вот было обещание некоторых завет, и даже он имеет в виду завещание и говорит о том, что это завещание, как всякое завещание, я завещаю вам царство. Он начинает действовать после смерти завещателя, а до смерти завещателя оно не может действовать, но поскольку здесь Христос сам является ходатаем, первосвященником завета и сам выседает одесной бога отца, соответственно, до его смерти и вне его смерти не может быть завещания, не может вступить в силу завета или завещания, которое представляет собой закон завета, где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, то есть в завете Бог завещает нам царство, вот что собственно и говорит Господь Иисус в Евангелии. И для того, чтобы это произошло, для того, чтобы это стало реальностью, говорит автор послания к евреям, потребовалось, стала нужной, необходимой смерть завещателя. Теперь смотрите, первый завет, он продолжает сравнивать, первый и второй завет, первый завет был заключен с кровью, потому что когда Моисей прочитал заповеди, он взял кровь Тельцов и Козлов и окропил и книгу завета, и народ. Также окропил кровью все там довольно подробно здесь пишет автор послания к евреям и говорит о том, что ну да, и все по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. По закону почти все освещается кровью, и нужно ее пролить, чтобы были прощены грехи. Для современного читателя крайне неочевидное утверждение, мысль совершенно непонятная, почему необходимо пролитие крови для того, чтобы возможно было прощение. поскольку у нас нет этого опыта, нам и идея чужда и совершенно непонятна. Автор послания к евреям обращается к людям, которые так или иначе в течение всей своей жизни и ни одного поколения существуют в рамках вот этой парадигмы крови, проливаемой за грех. и поэтому для них эта идея не так нуждается в аргументации, в доказательствах. Поэтому он не обсуждает вопрос о том, почему вдруг нужно проливать чью бы то ни было кровь для прощения грехов. Однако сегодняшний читатель конечно же совершенно уместно в данный момент должен задаться вопросом что вообще это означает, как это можно применительно к нашей сегодняшней современной жизни, к нашим отношениям с Богом применить, что это значит и что это за прощение, которое необходимо нуждается в пролитии крови. и чьей, кстати говоря, крови, потому что здесь-то автор говорит именно о крови Христовой. Вот образы небесного должны таким образом очищаться, потому что на земле вот это вот богослужение Иерусалимского храма это только подобие того, что происходит на небе. Христос вошел не в рукотворную святыню и Он взошел на небо, чтобы ходатайствовать перед Богом за нас. Таким образом, вот, ему не нужно приносить постоянно жертвы, потому что он сам себя один раз принес в жертву навсегда. Иначе ему пришлось бы страдать многократно от сотворения мира, но он явился единожды при скончании миров, чтобы своей жертвой уничтожить грех. Вот так видит эту картину, так толкует, как единственную жертву Христову автор послания к евреям. Дальше он говорит, вернее так, пытается сформулировать еще одну версию вывода, версию вывода, как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос однажды принеся себя в жертву, чтобы искупить грехи многих, во второй раз явится для очищения для ожидающих его спасения. Но вот чтобы ему разделить это предложение на несколько, чтобы было понятно, потому что, конечно, проследить траекторию мысли автора оказывается достаточно непросто. Вот, итак, смотрите, что он говорит. Он говорит, каждому человеку, людям, человеку вообще, предстоит умереть, и потом его ждет суд. Жил, умер, суд. Дальше Христос принес себя в жертву, взял грехи многих и таким образом эти грехи искупил. И поэтому в следующий раз он придет уже не из-за греха, а для того, чтобы дать себя во спасение тем, кто откликнулся на его призыв. Вот примерно такая логическая последовательность завершает девятую главу. Продолжение следует...